Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас шествие «Хожу в русском», посвященное празднику... Ведущая программы «Светлый день» Катерина Горева записывает приветствие для очередного выпуска. На этот раз зрители из программы узнают о русских костюмах, песнях и забавах. Общественная организация по развитию русских традиций и сибирской самобытности «Живая Старина» организует для красноярцев праздничный ход. Шествие начинается от храма Иоанна Предтечи. Участники пришли по-русски. Они в народной одежде. Одежду такую здесь ценят не только потому, что красивая, а еще и потому, что в ней зашито множество волшебных символов. Прилегла русская культура, в которой я хочу тоже участвовать и сохранить ее, и приумножить. В частности, я сам плевал вот этот пояс, и когда его плетешь, это как дорога жизни. И что-то, когда ты что-то неправильно сделал, дальше не пойдет. Надо обязательно вернуться. И вот здесь очень важны аналоги с православием. То есть надо обязательно покаяться, вернуться, переделать. И потом только пойдет правильно. А тем временем ход поворачивает на набережную. Чтобы водить хороводы, нужно много места. Я думаю, что как только квартал будет открыт, мы будем здесь частыми гостями. Надеюсь, что вы насладились видами старинных усадьб. История этих усадьб будет в настенных табличках. Да, и я думаю, что мы здесь будем часто. Как раз для нас улица и построена. Да, сейчас мы с вами двигаемся к Енисею по узкой дорожке, которая проходит рядом с госпиталем военным. А около реки начинаются игры. Это вариант русской тростки, боевой тростки. Вырезаются различные узоры на обожженной осиновой палке. Осиновый кол – это не зря, знаете, присутствует понятие. Поэтому обожженная в костре и с песочком натертая палочка потом режется различными узорами. Узоры выбираются традиционные какие-то, либо свои наносятся. Есть определенные, ну так скажем, самые распространенные, вот как, допустим, шашечки, которые призваны сказать о родовом пути. На одном из участников шествия интересный головной убор. На покров при Святой Богородице начинаются свадьбы и святоство, а это специальная жениховая шапка. Шествие проходит день покрова при Святой Богородице. Этот день для русских людей всегда был очень важен. После него как раз и начинались свадьбы, а хороводы и песни позволяли парням и девушкам познакомиться с характерами друг друга. Так что все взаимосвязано и имеет свой смысл. Михаил Комогорцев, Евгений Николаев, ТВСФУ.